О, вот эти бандиты! Полинка выбежала, окей, взобралась наверх, подкралась к Павлони, да, Полиночка? Что там? Как Павлония поживает? Хорошо. А-а-а! Что там с Павлонией? Ой, ребята, Павлонию надо пересаживать, в общем, ствол у неё уже покрывается корой, видите? А вначале он был вот такой. Я уже рассказывала про эту Павлонию, это удивительное дерево, почитайте. А-а-а, значит, это дерево, единственное в мире, которое ты можешь вот так подрезать, да, даже под корень, и она опять начнёт расти. В общем, я даже сама удивилась, у меня была куча семян, где-то тысяча семян. И всего лишь навсего из тысячи семян проросло одно и хорошо прижилось. В общем, мне её надо пересаживать. Вот, её корни, даже если ты корень обрезаешь и засовываешь в землю, растёт дерево. Вот это с одного корня пошли ещё. Это всё мне надо будет, короче, подрезать. Корни сумасшедшие. Я так себе думаю, да, вот раньше как люди жили, в основном лекарства у них были травы. Очень много было травников, да. И вот, например, вот мы знаем пустырник, там валерьянка, та же марихуана, да, которая, это успокаивает население от ненужных проблем, вот. То есть мы знаем, да, а павлонию мы не знаем. Но я так думаю, вот если это такое уникальное дерево, оно фактически бессмертное, это дерево. Оно возрождается, как птица феникс из пепла. То есть ты обрезаешь, допустим, вот обрезали, да, половину дерева, и оно опять начинает идти в рост. Да, обрежьте любое дерево под корень, оно в жизни никогда не вырастет. Но павлония, она такая. Окей, мне ее надо пересадить. Я хочу сделать эксперимент. Вот этот корень, ну, вымыть, вычистить, высушить. И попробовать его пить. Вот я не знаю, интуитивно я думаю, что павлония – это миракл, это чудо. Потому что таких деревьев на планете Земля нету. Нету, ребята. Вот просто кому интересно, выйдите, почитайте. Вот, поэтому, как бы, ну, кто если не я? Надо ж проверить, что там, как там. А может, это по молодеям, да, на лет 30-40. Короче говоря. Вот Монечка. Сегодня у Монечки, у солнышки, у мамонова, у него сегодня, у него сегодня эпилепсия была. У него генетика, эпилепсия. Вот, он со мной всегда спит. Вот, в общем, я вскочила, я начала его спасать. Вот, у меня же их трое, у него, как у мамочки. Вот эта мамочка, у нее тоже эпилепсия и генетика перешла на Монечку, на моего котеночка, любимого. Сыночка мамы, до 120 тебе, чтоб ты не болел никогда. Но это папа самый маленький. Вот, пожалела я, оставила папу, маму и сына. В общем, хочу вам сказать. А Полина, вот, вот, вот она, она уже под лист Павлони забралась. И что там, Полина, ты уже решила в недры земли залезть? Поковыряться тут, там, а, Пупонька? Расскажи всем, как ты? А, Полинка, или ты листья хотела кушать? А ну, ты такое будешь? На, будешь? Hello, hello. Как ты, Полинка, хорошо дела? Ты скажи, что у тебя делишки, а дела у прокурора. Да, Полиночка, ты же у нас ни в каких криминальных структурах не задействована. Да, моя девочка, как ты там, под листом? В общем, короче говоря, утро у меня началось. Моня меня разбудил. Я его быстро, быстро начала растирать, обнимать, целовать. И где-то у него приступ был минут 5-7. Ну, потом вроде поуспокоилось все. Бедные собачульки, жалко. Вот видите, как генетика. Генетика это такое дело. Поэтому, ребята, чтобы все были здоровы. И наши друзья меньшие. Вот, Полинка хорошо себя ведет. Идем, моя девочка, идем. Идем, моя солнышко. Полиночка, видите как? Умничка. Hello. Она такая хорошая. Иди вот на камушек, иди. Полиночка. Вот. В этом году я ей не сильно крылышки подрезала. Вот. И какая-то погода вообще была непонятная. Лето. И лето уже закончилось. И я вам хочу сказать. Ну, так сильно я ее на улицу не выпускала. Так как крылья не сильно подрезала. Она-то не улетает. Но, знаете как? Это все-таки птица. У нее инстинкт есть. Да? Что она птица. Она может взлететь. Что-то ее может вспугнуть. Такое было у меня пару раз. Она вспорхнула. Мы поехали на рыбалку. Взяли Полину Ивановну. Посадили ее на ведро. Все было замечательно. И какая-то машина проезжала и начала громко сигналить. И вдруг Полина вспорхнула и полетела на середину озера. Это даже не озеро, это река. Я в панике. Муж в панике. Полина долетела до середины. Потом она резко развернулась в нашу сторону. Хотела к нам лететь. Но ей сил не хватило. Полина упала в воду. И начала этими крыльями, как веслами, грибсти к берегу. Но мы все равно, мы бы по-любому кинулись бы за Полиной ее спасать. Короче говоря, и она так потихоньку-потихоньку подплыла. Мы ее забрали. Так что у нас был такой опыт печальный. Но слава богу, все хорошо закончилось. Так что, ну вот я сейчас с ней вышла. И возле нее стою. Чтобы она немножко на воздушке погуляла. Да, Полиночка? Расскажи всем, как ты улетела, бандитка. Как? Как дело было? Расскажи. А? Hello. Hello-то hello. Поведение как, а? Ну, в общем, ребята. О, только что улетел этот калибри. Не успела его заснять. Вот я им тут калибри. Я им тут вот лью такую водичку сладенькую. Они прилетают. Ну, что делать? Надо всем помогать. Всех кормить, поить. Вот, Моненька на кресле. Он любит. Папа, как... Папа еле живой. Жарко, да? Angel. Angel. Жарко. Жарко. Папа еле живой. Жара. В общем, ребята. Ну, немножко такое позитивное видео решила вам показать. Обещаю дождь. В общем, все мира на планете Земля, как обычно. И с вами, как всегда, неугомонная Саночка-Ханочка и вся моя мешпуха, все мои бандиты. Вместе с цветочками, с озеленением. Люблю всех, ребята. Пока-пока. Пока-пока.